уже сказал все начиналось летом в августе месяце заказчик хотел получить два условия или две задачи у него было помещение то есть магазин и склад который мы сами же этот склад строили в дальнейшем потом его утепляли внутри сэндвич панелями и в итоге заказчику нужно было решить две проблемы это системой отопления и системой вентиляции так как это магазин строительных материалов то естественно от линолеума к раз и к различных сухих смесей исходят определенные запахи и эти запахи надо было удалять для того чтобы комфортно было как посетителям так и обслуживающим персоналу после долгих обсуждений после долгих переговоров я решил предложить ему вариант совсем другого характера то есть если он хотел решить две проблемы то в итоге после монтажа нашей системы он решил целых три проблемы это система отопления система в вентиляции и вдобавок еще система кондиционирования которая будет работать без всяких изменений уже в летнем режиме давайте все начнем по порядку и я хочу сделать вам небольшой обзор как это было как это есть на на данный момент и как это начиналось все делаться вот этот сам магазин в котором уже в принципе была система отопления тоже мы делали здесь систему теплый пол после чего мы рядом с этим вот магазином пристроили склад склад был первоначально холодный просто-напросто был построен по технологии быстровозводимых конструкций и обшит вот таким вот профильным листом после чего часть склада была отделена внутри перегородкой и внутри уже утеплялась сэндвич панелями и подшивался теплый потолок для того чтобы из склада сделать продолжение магазина и этот склад магазин нужно было отапливать но как я уже сказал ко время отопления еще и хотелось ему вентиляцию сделать было много у него предложений по поводу того что систему отопления сделать отдельно и систему вентиляции сделать отдельно но со своим предложением я подошел немножко по другому подходу давайте посмотрим что из этого получилось вот в принципе это приточные и вытяжные решетки откуда происходит забор воздуха внутрь помещения тут приточная решетка вот это вытяжная решеточка и снизу находится котельная которая отделена внутри уже перегородками различными вот уже мы находимся внутри этого помещения здесь мы видим на дальнем плане это как раз все оборудование вентиляционное которое расположилось на потолке котельной то есть из кирпича отделена котельная и на потолке расположили мы все вентиляционное оборудование и дальше уже идут гибкие воздуховоды по своим петлям так сказать то есть и приточка и вытяжная и здесь сделана небольшая система автоматического управления вот видно электропривод на заслонке который стоит на входящем потоке воздуха дальше на заднем плане вентилятор вытяжной и соединен воздуховодами уже с вытяжной системой данной вентиляции как видите магазин не маленький много линолема расположено вот она сама вытяжная система спрятаны воздуховоды все в карабах дальше вот пошла система приточного воздуха причем воздух подогревается до определенной температуры и в приточному воздуху к воздуховодам уже соединены непосредственно диффузоры откуда выходит воздух в помещение здесь в чем была небольшая загвоздка вот он диффузор который регулирует поток входящего воздуха в том что здесь все эти воздуховоды закрыты вот такими вот коробами но чуть позже я объясню почему это так вышло ну заказчик захотел вот именно в таком виде это мы находимся уже в магазине который пристроен склад пристроен к этому магазину и тоже здесь система воздуховодов приточной и вытяжной вентиляции и для того чтобы не портить интерьер вот так все спрятано в подвесном потолке и выделены только диффузоры и вот такая небольшая автоматика на данный момент здесь установлено 15 градусов что в помещении было и вот мы видим температуру на улице то есть минус 20 и эти все съемки производились при температуре минус 20 на улице то есть буквально сегодня я заснял этот объект чтобы показать вам вот то что в помещении установлено 15 градусов а на улице минус 20 с небольшим поэтому извините за качество съемки на улице мне пришлось немножко померзнуть для того чтобы снять для вас этот видеосюжет ну и давайте вкратце разберемся что есть это вот приточные воздуховоды спрятаны они под такие вот короба которые мы сами тоже гнули из обычного плоского листа с полимерным покрытием заказчик просто захотел оставить все воздуховоды внутри помещения как вы видите потолок подшитый профлистом сверху на профлисте находится три слоя изоляции и дальше есть чердачное помещение первоначально я предлагал ему разместить все воздуховоды на чердачном помещении для того чтобы здесь не портить интерьер ну как говорится кто платит тот и заказывает музыку и нам пришлось размещать все воздуховоды именно в таком порядке и чтобы не видно было гибких воздуховодов прятать вот в такие вот короба это уже вытяжная система сделано точно по такому же принципу с гибким воздуховодом спрятанные в короба с диффузорами это как раз тот момент где расположено все вентиляционное оборудование здесь нам немножко пришлось поломать голову из-за того что площадь размещения оборудования была ограничена один вентилятор приточный расположен у нас горизонтально он лежит на потолке котельной а на дальнем плане у нас вентилятор уже вытяжной опять же повторюсь из-за того что у нас было ограничено пространство и вот таким образом все это монтировалось давайте вкратце пробежимся как все это начиналось то есть на стену крепились заслонки дальше крепился к нему вентилятор вытяжной здесь мы видим уже как собирался приточный вентилятор собирался теплообменник которому потом подводилась теплоноситель то есть сама система отопления это сборка приточной системы то есть заслонка с воздуховодами вот она уже готова здесь полностью собрана приточная система с вентилятором и с теплообменником опять же та же самая система вентиляторы здесь канальные прямоугольные как вы видите вид снизу со самой приточной системы и на дальнем плане видим вытяжной вентилятор далее раскладывались уже воздуховоды в самом складе они прятались под короба а в магазине вот таким образом раскладывались уже под подвесной потолок и как видите вся система вентиляции которая остается наружу это только диффузор с которого поступает воздух интерьер в этом случае у нас не портится вот через такие элементы вентиляции все воздуховоды соединялись далее после того как раскидали воздуховоды естественно все они соединяются в одно единое целое к вентиляционному оборудованию ставятся элементы управления то есть в данном случае здесь электропривода на заслонке в нашем случае это была система с рециркуляцией то есть для чего это делается для того чтобы когда сильные морозы часть воздуха выходящего подавалась обратно в приточную систему часть уходила для того чтобы как-то сэкономить на теплопотерях здания потому что теплый воздух иначе бы выходил просто весь наружу и вот таким образом уже соединяется сам теплообменник с полипропиленовыми трубами и подключен он к общей котельной от одного котла у нас здесь в данном случае работает и теплые полы и сама система воздушного отопления ну и в конце концов получается небольшой блок управления автоматического который нам контролирует наружную температуру и внутреннюю температуру и уже электроприводами регулирует заслонками подачи и вытяжки то есть удаляемого воздуха вот такой небольшой краткий обзор по тому объекту который мы делали и теперь хотелось бы рассказать что в итоге человек получил то есть как говорил уже у него было две задачи отопление вентиляции которую он хотел а собрав эту систему он получает три в одном флаконе как говорится это система вентиляции обмен воздуха по магазину и по своему складу магазина второй это система воздушного отопления то есть весь входящий воздух подогревается до необходимой температуры и если поставить рядом вместе с теплообменником а это немножко попозже у нас будет охладитель и установить наружный блок как у сплит систем он получает еще и систему кондиционирования то есть в летний период в жаркие дни кроме вентиляции он может еще включать сплит систему и входящий воздух будет еще охлаждаться вот так вот уважаемые подписчики читатели мы и вышли из положения на данном объекте вообще система вентиляции воздушного отопления и кондиционирования на данный момент очень актуальные темы почему потому что очень много сфер деятельности где можно применить эти системы это не только магазины это и жилые помещения жилые дома коттеджи очень много объектов у нас было по хранению овощей кто занимается это ангар это склады ну и мало ли еще где в промышленности вот в принципе и все что я вам хотел показать в этом видео и жду от вас комментарии критики и каких-то либо своих предложений всего хорошего всем пока и удачи вам и